Сиропы это находка для кондитеров, любителей сладкого, для гурманов. Это так просто и так ароматно. Из лаванды, мяты и базилика. Лаванду я нарвала у себя в саду. Всем привет! С вами снова Елена Беседовская. Добро пожаловать в мой сад, где мы с вами собираем потрясающие травы. Я люблю свой сад, я за ним ухаживаю, и он мне отвечает взаимностью. И сейчас у меня время Прованс, когда цветет лаванда, в воздухе парит аромат мира, спокойствия и благополучия. Женщины, они же волшебницы. Вот что, например, можно сделать из лаванды? Можно сделать букет, а можно сделать саше для ароматизации дома. А еще можно взять живые цветы и сделать из них лечебный сироп. Что мы с вами, собственно, сейчас и сделаем. А вдохновил меня на этот рецепт вот этот замечательный подарок, который привезли мои друзья из Канады. Сироп канадского листика. Рецепт прост. Вода, сахар и ароматные травы. Базилик, лаванда, мята. Давайте приготовим это чудо. Количество ароматных ингредиентов по соотношению к воде и сахару должно быть внушающим. А теперь магия процесса. Травы промываем от пыли и высушиваем салфеткой насухо. Лаванды нам нужно 10 грамм. Это если живые цветы. Если вы берете сухую лаванду, возьмите полную столовую ложку. Лаванда применяется в парфюмерии, а также очень известна своими полезными свойствами для здоровья. Нужно дать закипеть, но недолго. Одной минуты достаточно. Сиропы можно использовать как топпинги для десертов, мороженого, блинов, творога. Нужно дать остыть сиропу, не процеживая его. Это чудесный базилик. Есть три варианта. Лимонный, просто зеленый базилик. И я беру все-таки сиреневый. Я надеюсь, что он мне даст красивый цвет. Базилика, впрочем, как и мяты, я беру 70 грамм. Один стакан сахара и один стакан воды. Базилик – мощное антибактериальное средство. Используют для заживления ран. Высчитываем, чтобы листика у нас была где-то 70 грамм. Мята – растение, известное своими целебными свойствами. Например, она полезна для пищеварения, как средство от укачивания. Сильный освежающий аромат мяты является быстрым и эффективным средством от головной боли. Полезна при простудах. Поэтому многие лекарства готовятся на основе сиропа мяты. Как видите, рецепт очень прост. Приготовили травы, закипятили и оставили настаиваться. Дальше мы процеживаем сиропчик. Лавандовый сироп имеет потрясающий запах и практически не имеет цвета. Он такой, скорее, золотистый. И для того, чтобы нам было красиво, мы в нашу стерилизованную бутылочку добавим несколько веточек лаванды, которые варились в этом сиропе. Процеживаем базилик. Посмотрите, какая красивая цветовая гамма у базилика получилась. А какой аромат! Это просто чудеса! Самый ароматный мятный сироп. Просто чудесный и золотой. Посмотрите на это чудо! Наш украинский ответ к кленовому сиропу. Спектр применения невероятно широк. Подайте кофе и чаю. Добавьте в газированную воду со льдом. И вы утолите жажду летним днем. Полейте творог или блинчики. И у вас потрясающий завтрак. Ароматы невероятные! Поверьте! А лучше проверьте! Сделайте, как я! Сделайте лучше меня! Приготовьте для своих любимых! С вами была Елена Беседовская. Подписывайтесь, лайкайте и комментируйте. Мне очень интересно с вами общаться. И отправляем вам флюиды лаванды. Наслаждайтесь! А также смотрите новые видео, которые выйдут на ваших экранах. Субтитры подогнал «Симон»!